Постфактум, существовавшая в Москве в 1989-1996 годах и получившая широкую известность первое частное информационное агентство СССР, неправительственная служба новостей и информации, основание, идея создания специализирующегося на оказании информационных услуг, кооператива, а по сути, независимого информационного агентства, родилась у корреспондента журнала «Огонек» Владимира Яковлева и обозревателя журнала «Век. Экс. Экс. Эмир» Глеба Павловского осенью 1987 года. Постфактум был основан на базе учрежденной имежи и работавшей с конца 1987 года справочной информационной службы «Факт» в марте 1989 года. При содействии главы Союза объединенных кооперативов СССР Владимира Тихонова «Факт» был ориентирован на кооперативы. Он предоставлял адреса и телефоны фирм по заданным заказчикам критериям, издавал справочную литературу, нормативные акты и документы, оказывал юридическую помощь. Принцип работы предприятия Владимир Яковлев позже формулировал так. Председателем Совета директоров информационного агентства «Постфактум» и его главным редактором стал Глеб Павловский. Он рассказывает, деятельность «Первые постфактум» публично заявил о себе в мае 1989 года в дни съезда народных депутатов СССР, куда был официально аккредитован его репортер. Продукты информационное агентство в ежедневном режиме публиковало сводки политических и экономических новостей, справочную информацию. В дополнение к этому еженедельно выходили ньюрслеттеры «Постфактума» с оперативной аналитикой и полузакрытой документацией для становящей гасяноноги бизнеса в СССР. С осени 1989 года в «Постфактуме» приступили к формированию корреспондентской сети на местах. В пору своего расцвета эта сеть насчитывала более 100 собственных корреспондентов. Правда, по признанию Павловского она не окупалась. Режим генерации постоянной ленты новостей был запущен с января 1990 года. С осени 1992 года агентство сосредоточилось на круглосуточном освещении событий в регионах России и странах СНГ в режиме получасовых сводок. Каждые сутки подписчики получали до 150 информационных сообщений, а дважды в день экономические сводки. Распространение продуктов агентства по подписчикам было организовано по договорам с редакциями СМИ посредством телетейпов и факсов, а для тех из них, у кого таких возможностей не было, курьерской доставкой распечаток в пакетах. Основное техническое обеспечение «Постфактума» было предоставлено структурами, аффилированными с фондом американского финансиста Джорджа Сороса. Своим основным конкурентом вы «Постфактум» видели интерфакс Михаила Комиссара, основанный несколькими месяцами позже, но в итоге оказавшийся успешник в начале же 1990-х годов. Агентства по цитируемости шли вровень. Бизнес-модель Сперва предполагалось, что «Постфактум» должен был обслуживать только коммерсант, но от этой идеи по экономическим причинам быстро отказались. Несмотря на то, что лента «Постфактума» редакциям других крупных СМИ не продавалась, модифицированная бизнес-модель существования информационного агентства предусматривала в качестве перспективной основной клиентуры именно редакции СМИ, когда агентство обеспечивает их новостями, а редакция оплачивает его работу, но это оказалось просчетом и, по словам Глеба Павловского, привело к структурным конфликтам. СМИ не желали получать новости из единственного источника, а предприниматели в обмен на оплату требовали тот или иной полезный продукт, а не новостной поток как таковой. Закат Летом 1992 года, когда стало ясно, что информационное агентство в экономическом смысле является постоянной обузой для коммерсанта, оба предприятия начали самостоятельное существование, а пути двух их основателей Яковлева и Павловского окончательно разошлись, но в то же время Глеб нашел новый общий интерес со стремительно разбогатевшим бывшим сотрудником кооператива. Факт Мультимиллионером Ильей Митковым Главой Прагмабанка Митков был заинтересован в возможности вмешиваться в редакционную политику основных информационных агентств России в обмен на финансовую поддержку и стал основным инвестором и постфактум. 17 сентября 1993 года 26-летний банкир Илья Митков был убит. С 21 сентября вступила в финальную стадию противостояния реформаторов Бориса Ельцина и Верховного Совета РСФСР, закончившейся расстрелом Белого дома в Москве от 3 до 4 октября. За день до этого, 2 октября, газета «Советская Россия» опубликовала заявление руководителя агентства постфактум Глеба Павловского, в котором, в частности, говорилось, таким образом Глеб Павловский ушел в должности председателя Совета директоров постфактума, однако остался со владельцем и учредителем агентства. После отставки он, по собственной характеристике, сохранял к убыточному агентству довольно неопределенное отношение. Ликвидация К концу 1994 года большая часть деятельности постфактума оказалась свернута. В это время инвесторами информационного агентства оставались структуры-приемницы «Прагмы» Миткова, после чего, по версии Павловского, постфактум был у них выкуплен и закрыт. Часть команды информагентства ушла вслед за Павловским, многие из них, возникшие летом 1995 года фонд эффективной политики. Согласно данным РИА Новости, в 1994 году постфактум был приобретен аффилированным с «Прагма» банком бизнесом, а в 1996 году прекратил активную работу. В июне 1996 года коммерсант сообщал о перебоях с поступлением заказчикам сводок новостей от этого информагентства, хронических невыплатах зарплат его сотрудникам, слухах о финансовых трудностях предприятия, отключении связи в его офисе и ДР. Тогдашний гендиректор постфактума Владислав Дорофеев в ответ рассказывал, что агентство имеет право изменять количество выпускаемой информации без предварительного уведомления клиентов, что технические остановки связаны с переездом и переходом на новые технологии, а зарплаты задерживают во многих компаниях. Одно из последних упоминаний о работе агентства датируется 1998 годом, когда на сервере интернет-провайдера «Сетилайн» появилась объединенная новостная лента СМИ, близких к Борису Березовскому ОРД, агентство политических новостей постфактума. Адрес агентства за свою историю сменило несколько адресов описания дороги до здания по адресу Россия-Москва, 117 926, 5-й Донской проезд Д, 21 Байт, Корп, Ю, где располагался постфактум. Позже вошло в главу дорога между гаражами по висите «Черный и зеленый» писателя Дмитрия Данилова. В то время одного из сотрудников агентства юридический аост постфактум было зарегистрировано по адресу Россия-Москва, Хорошевское шоссе, Д, 41. Фактически же оно в последние годы своей активности занимало 6 этаж здания по улице 1905 года, Д, 7. В этом же здании находятся редакции некоторых московских СМИ, в том числе газеты «Московский комсомолец». Продолжение следует...